Здравствуйте! Как прожить долго здоровым человеком и выглядеть моложе своих лет? Хотите живые примеры и истории? Хотите знать, как это возможно? Смотрите это видео от начала и до конца, и вы увидите энергичных и здоровых людей в возрасте 80, 90 и даже 107 лет, и поймете причины их молодости и здоровья в этом возрасте. А я вам помогу разобраться в этом и систематизировать причинно-следственные связи, а также сделать выводы. Итак, можно ли жить дольше, чем вы себе представляете, даже если вы уже себя ограничили мысленно и смирились, дав себе пессимистическую установку? Можно ли выглядеть и даже быть моложе, чем ваши сверстники? Можно ли надолго отсрочить неизбежное старение, не иметь бессилия и добиться тем самым и успеть в жизни сделать гораздо больше? Оставить после себя позитивный след, возможно, даже в истории. Можно ли быть здоровым, бодрым, подвижным до последнего дня своей долгой жизни? Можно, можно, по крайней мере, значительно увеличить шансы на все на это. Раз в сто. Я нисколько не преувеличиваю. Вопрос как? Как затормозить старение и победить болезни? Вот этому я и посвящаю данное видео. И насчет судьбы скажу еще пару слов и перехожу к героиням данного видео, к наглядным примерам. Так вот, насчет того, что многие любят так говорить. Мол, от нас ничего не зависит, что не делай, один исход и тому подобное. Это все полная глупость. И кто разумен, кто не хочет себя дешево обманывать, сейчас в этом убедиться. А также убедиться в неадекватности вот такой расслабляющей веры. Почти все от нас зависит. Никакая не генетика ограничивает вас или, напротив, дает возможность кому-то жить дольше избранным. Это лишь отчасти, а в основном труд над собой и правильно выбранные меры в образе своей жизни, вот которые и приносят людям такие результаты, людям разных рас, разной генетики, с разного возраста изменивших свою жизнь. Кому вы спросите, а об этом уже скоро, смогли они, сможете и вы, если вы будете так же жить и тоже делать. И помните, в здоровье и омоложении работает не один понравившийся вам фактор, за который или в противовес которому вы и захотите зацепиться в знак протеста и что-то написать. Ну и расслабиться, конечно, успокоив себя, ничего не меняя, не получится. Факторов много действует. А главное, эти факторы влияют совместно, усиливая друг друга. Лентяем, возможно, я по крайней мере на это надеюсь, это видео будет тоже назиданием и толчком к действию, ну не всем, конечно. И вот уже сейчас я покажу и расскажу вам о нескольких уникальных женщинах, которые смогли это сделать, изменив свою жизнь, они стали моложе и здоровее своих сверстниц, которые плывут по течению вкусной, привычной им и большинству людей, губительной жизни, губительной цивилизации. Время, знания, сама жизнь это доказала. Спорить с этим? Глупо. Нужно просто или принять, или нет. И это дело уже ваше. Я сказал, вы услышали. Итак, поехали. Первая героиня. Эрнестина Шепард, 86 лет. Родилась она 16 июня 36 года. У нее ничего не болит, никаких лекарств она не принимает. Кстати, а что говорил про лекарства художник Зиновьев в своем интервью, известном, когда ему было 106 лет? Посмотрите, не поленитесь, поставлю вам маленький отрывочек. Не знаю, у меня какое-то природное чувство, как у животного, самосохранение. Ну, кто мне сказал, не принимайте лекарства или делайте это и не это? Никто мне не сказал. Это я сам дошел, своими как-то, ну, наблюдениями, не злоупотреблял ничем. И, кроме того, большая очень дисциплина во мне была всегда. И поэтому тот человек должен быть всегда в каком-то режиме. Так жить вообще, как сейчас живут, ну, встал, ну, пошел, ну, все. Я не могу, у меня запрограммирован весь день. Она фитнес-тренер. Ест она небольшими порциями, примерно 7 раз в день. Это очень часто, я сразу скажу. Так я не советую лично. Почему? Поскольку не будет в этом случае работать в полной мере процесс аутофагии, то есть самоочищения на клеточном уровне. Для этого один из инструментов необходимый – это интервальное голодание, или так называемое интервальное питание. Ну, 6-18 в идеале. Вполне возможно и достаточно в течение этих 6 часов, питаясь 2-3 раза за этот промежуток времени, потреблять, получать все необходимые, нужные питательные вещества. Вот тогда у нее еще лучше были бы результаты. Это совершенно объективно. Вот точно так же, как объективно разница в мизерном или вообще в нулевом потреблении сахара. Любой сладости. Все имеет свои четкие причины и следствия, абсолютно. Вы очень многое в этом видео подчеркнете, наматывайте, что называется, на ус, пишите конспект, я очень вам советую. В конце видео подведу очень важные итоги. Так что смотрите до конца. Шепард при росте 169 сантиметров весит 59 килограмм. То есть идеально, как говорил великий советский хирург Федор Григорьевич Углов, которого я лично имел честь знать, и он у меня в гостях был. Я у него, прожил он практически 104 года. Так вот, что вес человека среднего роста должен быть по формуле рост минус 110 единиц. У нее 169 минус 110, получается 59. Идеально. Процент ее жира, масса тела 10. Каждый день она употребляет 1700-1800 килокалорий, о чем я многократно в своих лекциях и говорил, и советую потреблять примерно столько же. И то, заметьте, у нее активнейшая физическая жизнь, как бы она потребляет калорий-то больше, казалось бы. Вопрос не только в калориях, а из чего кто получает эти калории? Из пустых быстрых углеводов или из жиров? Так вот, ест она отварные белки яичные, да, яйца, бурый нешлифованный рис, ну, отварные куриные грудки ест, ест рыбу, очень много зелени, овощей, подчеркивает, что батат и прочее, а из жиров, внимание, авокадо, орехи, оливковое масло. Из спортивного питания она потребляет дополнительно органический протеин. Кстати, я здесь обязательно скажу, я советую самый лучший и безопасный, то есть, который состоит из низкомолекулярных белков, из полипептидных цепочек, легких перевариваний и безвредной вот этой реакции антигена-антитела, как при потреблении высокомолекулярных животных белков. Это протеин 4 в 1 или конопляный протеин, но 4 в 1 лучше. Ссылки на них я обязательно оставлю под этим видео. А масло лучшее из оливковых, с острова Тасос. Почему лучшее? Ладно, видео тоже оставлю. И ссылку на это оливковое масло, а также на органовое и льняное, ведь на Руси всегда применяли именно льняное масло. Ну и конопляное, конечно. Так вот, оставлю ссылки под видео. Шепард сладкого вообще ничего не ест, то есть совсем. Не только сахара, но даже из фруктов не получает. Она не ест фрукты. Но оттого у нее и такие феноменальные, безусловно, результаты. А главное кожа. Посмотрите на ее кожу. Морщин и складок нет совсем. И это-то 80 почти 7 лет. Дряблости кожи нет вообще. Учтите это. Кстати, она совершенно справедливо считает, что старость наступает тогда, когда вы ей не препятствуете. То есть, какую мы здесь делаем мораль. Ну а практика критерий истины, она это доказала. Так вот, истина в том, что хватит пенять на судьбу и говорить и считать для оправдания своих слабостей, глупостей и безвольного прожигания жизни, что от нас ничего не зависит. Все от нас зависит. Почти все. И так еще раз посмотрите на ее кожу. Ну как в 30 лет реально? Вот еще в чем дело. Физическая активная работа вызывает выработку гормона роста. Он и оказывает омолаживающее действие, в том числе на кожу. Гормональный баланс приходит в норму даже после менопаузы. Она просыпается в 3 утра, заметьте. Не по будильнику просыпается сама. Ну у нее свой метод, там молитвы свои какие-то. Потом пробежка 10 километров. 10. Иногда, когда она готовится к каким-то выступлениям, до сих пор 15 километров. Бегают они с мужем. Вот молодцы, действительно счастье. Как кто-то сказал, что счастье, когда тебя понимают. А когда, тем более, такое взаимодействие, гармония в семье, муж-жена. Ну это великолепно, да? Итак, пробежка идет с 4 утра. Потом завтрак. Правда, из 10 аж белков яичных, представляете? Но желтки она не ест. Считает, что холестерин, то есть животный жир, это плохо. Это на самом деле не так. По крайней мере, если человек не ест мясо и сахара, проблем точно здесь нет никаких. Но, тем не менее, она ест белки, орехи, ложится спать она в 22.00, не позднее. Последний прием пищи в 18.00. У нее в рационе питания нет вредных жиров. Но, в принципе, никакого холестерина, то есть животных жиров вообще нет. И нет никакого сахара, ничего сладкого, еще раз это повторю. Более того, это тоже дает ей дополнительные ресурсы, колоссальные. И такое состояние, внешний вид, она принимает определенные биодобавки. Во-первых, содержащие магний, цинк и селен. Совершенно верно, селен это мощнейший антиоксидант среди минералов. И также противораковые средства. Разумные врачи даже в обязательном порядке, у кого онкология, советуют принимать препараты селена. Также она принимает комплекс витаминов В, обязательно витамин С и витамин А. А также дополнительно она принимает коллаген. Это, кстати, третья важная причина. Первая, отсутствие сахара для кожи, это самое главное. Вторая, активнейшая физическая работа. И третий, прием коллагена, вот для упругости тургора, для подтянутости кожи и здоровья связок. Сразу скажу здесь, вот то, что я знаю, то, что есть у меня. Из лучшего, что возможно вообще достать на этой планете, что называется, потому что я этим профессионально много лет занимаюсь. Вот смотрите, витамины группы В. Это хлорелы и спирулин, натуральные, несинтетические. Магний, цинк, это фульвовые кислоты с магнием и фульвовые кислоты с цинком. Принимайте их, советую. Но обязательно непременно посмотрите вот это видео мое про важность и что такое вообще фульвовые. Не путайте не фульвовые кислоты, а витамин В9, а фульвовые кислоты. Это мощнейшее открытие в науке. Посмотрите это непременно. И купите эти фульвовые кислоты, если захотите, тоже ссылочка в описании будет. Далее. Шепард пьет много воды. Чистой воды. Все эти люди, сразу скажу и еще раз повторю в конце, не пьют никаких кофе, чаев и так далее, а пьют много чистой, хорошей воды. В спортзале она 3-4 дня в неделю с 6-7 утра. Сначала занимается сама, потом с клиентами, прорабатывает верх и низ тела по очереди, то есть нагрузку дает на все группы мышц. У нее прекрасно работает лимфатическая система, это главная наша канализация организма. Это очень важно, очень правильно. Затем идет растяжка. У нее правило такое, нет сил, апатия, лень, а обувай кроссовки на улицу и беги. Лени не должно быть, надо с ней бороться. Она стала заниматься с 56 лет спортом и скорректировала вот так себе питание в 56 лет. Вы можете представить, какие были бы результаты, если бы человек за ум взялся бы в молодом возрасте? Жаль, что люди в молодом возрасте за ум, ну почти никто, почти никто не берется, потому что жизнь кажется вечностью, потому что глупость различная, дурь в голове и так далее. Но еще раз говорю, в конце видео я расскажу вам о тех людях, кто, уверяю вас, и в 100 лет будет выглядеть великолепно, лучше, чем они сейчас в 80-90. Потому что занялись собой правильно, с молодости. Но не вешайте нос, люди, кому сейчас 50-60 лет, видите, какие есть результаты и у таких людей. И генетика здесь вообще ни при чем. Шепард советует, начните много ходить, постепенно увеличивайте нагрузки, потом бег в спортзал. Кстати, кто-то мне в укор обязательно скажет, ну вот, вы говорите веганство, а тут едят животные белки, никаких нет противоречий. Напоминаю таким людям про Джоралинна, которого сбила машина в возрасте 104 лет. Он с молодости не ел мяса и вообще с животной продукты он был чистым веганом. И посмотрите, какую имел силу и физическую форму. Напомню, что двумя пальцами в возрасте более 100 лет он сгибал 25-центовую монету в конверт. Это еще более выдающееся достижение, чем этих людей. Ну да, мужчина, понятно, но все же на это мало кто способен из мужчин молодых спортсменов. Так что дело, дорогие друзья, здесь не в том, что едят люди, животные, какие-то продукты, но заметьте, мясо никто из них не ест. Да, еще вопрос, сколько ест, и от других факторов зависит. А самое главное, какова здесь суть вопроса-то? Так вот, суть вот в чем. Должны быть просто все необходимые питательные вещества. И не белки, а аминокислоты. Потому что любые белки, попадающие к нам в организм, все равно разбираются до аминокислот в желудке, а далее в 12-перстной кишке и в тонком кишечнике всасываются в кровь в виде мономеров, в виде аминокислот. А далее кровь эти аминокислоты с другими питательными веществами доставляет во все ткани, органы, клетки нашего организма, где в рибосомах, органеллы такие, происходит процесс сборки, то есть биосинтеза белка в рибосомах. Поэтому не белки нужны, а аминокислоты. И главная тут задача, чтобы не было дефицита в аминокислотах. И это можно добиться на веганстве, как, например, Джоролинга. А можно добиться и на частичном потреблении каких-то животных продуктов, тех же яиц, рыбы. Но когда человек начинает есть, и тем более ест много мяса, возникают колоссальные проблемы. Естественно, вплоть до онкологии. Я подробно об этом рассказывал, например, в своем видео с таким ироничным названием «Мясо надо есть». Вот там я всю биохимию вопроса пояснил подробно. Ну, продолжаем дальше. Следующая героиня – Токисима Мико. Японка, 91 год, ну, уже 92, потому что родилась она 15 января 31 года. Она является самым старым в Японии действующим фитнес-тренером. Она говорит, необходимо каждый день заниматься физической активной работой. Тогда гормональный фон будет идеальным. Правда, начала она заниматься в 65 лет. Начала бы раньше, выглядела бы лучше. О чем будут свидетельства мои, доказательства на примере других, в том числе японок, которые начали заниматься с собой, с молоду, что очень важно. Но об этом позже. А возвращаясь к Мике, она начала заниматься в 65 лет. Под руководством тренера только с 79 лет. И 87 лет она сама стала тренером. Посмотрите, что она вытворяет в своем-то возрасте. А вы так можете, скажите, вот напишите, сколько вам лет, и можете ли вы делать такое? Кстати, кому-то может быть сейчас стыдно, да? Это очень хорошо. Потому что, возможно, вы начнете брать себя в руки. У нее каждый день много дел. Спит она всего 3-4 часа в день. Просыпается рано в 3, максимум 4 утра. Заметьте, это для всех долгожителей, которые в идеальной форме характерны. Ну, кто рано встает, тому Бог подает, как говорится. Утром она принимает стакан воды, и около 4 часов утра выходит на улицу. Сначала 4 километра пешком. Потом 3 километра бег. А потом 1 километр она идет назад. Ну, пятясь назад. То есть, ходьба назад. Вся эта прогулка-пробежка занимает около 2 часов. Потом завтрак около 7 утра. Это рыба, яйца, кимчи, овощи. Много разных ферментированных продуктов, что, конечно же, хорошо. Потом растяжка. Она всегда сидит прямо, как струна, подтянута. Это вошло в привычку. Никогда не переедает. Днем ест очень мало. Тренировки дальнейшие начинаются после обеда. Она тренирует других, ну и сама. Кстати, тренировки проходят без всякой музыки. Она считает, что отвлекаться на что-то неправильно. Она обязательно делает силовые тренировки не менее 2 часов. Поднимает штанги выше головы. Приседает с ними. Ну, естественно, вес небольшой. В обязательные упражнения входят растяжки, шпагат. Вот как она это делает. Ну, а на ужин у нее овощи, грибы. Ну, правда, ест курицу. Мясо млекопитающих животных она не ест. Есть у нее одно вредное исключение, что, конечно, старит кожу, но при таких физических работах, активных, разумеется, в остальном это проходит, ну, практически бесследно. Иногда, не каждый день, редко, она может позволить, как говорит себе, половинку или даже целое какое-то пирожное. Она очень помогает людям, мотивирует их, заряжает позитивом других людей. Ездит по всей Японии, показывает свои тренировки, вдохновляя тех, кто уже отчаялся. Хочет она до 100 лет быть инструктором. Но я думаю, что и после 100 лет она останется тренером. Переходим к следующему нашему герою. Ей 106 лет было в прошлом году. Родилась она в Нью-Йорке в 1916 году. Ходить в тренажерный зал, заниматься с тренером она начала в 93 года. Работала она всю жизнь микробиологом. Она является профессором в Гарварде. Помимо этого, она чемпионка по плаванию. У нее 52 медали. Последнюю медаль она получила в возрасте 93 лет. Тогда она бросила, что называется, ну, назовем это большой спорт, и перешла в спортивный зал. То есть, обратите внимание, она всегда поддерживала физическую форму. Сейчас у нее чередуются кардио-тренировки и силовые тренировки. Ее тренер, которому за 70, говорит, что очень важно хорошо усердно упражняться, чтобы сохранить силу физическую. Тренировки должны быть. Любые упражнения до мышечной боли. Иначе толку не будет. Это, кстати, то, о чем я говорил в своей уже старой лекции, как нарастить мышечную массу. Два условия должны быть для этого. Ну, то же самое и здесь. У нее очень хороший сон, потому что хороший гормональный баланс. Сон это восстановление. Он должен быть хорошим. Она говорит, начинать, менять свою жизнь никогда не поздно. Она любит общение, разговоры, ходит по театрам, музеям, прекрасно себя чувствует. Ее дочери более 80 лет. Она считает свою дочь и ее сверстников молодежью. Она не считает себя слишком старой. Ее завтрак это овсянка, много ягод и фруктов. Мучного она почти не ест. Никакого сахара в ее рационе нет. Она вообще мало сладкого ест. То есть больше овощей и зелени. Мясо не ест вовсе. Внимание. Ну и, кстати, говоря о старости. Вот сейчас долгожители, официально как бы это те люди, которым более 90 лет. А вот послушайте, я в одном видео это говорил. Маленький отрывок. На Киевской конференции по проблеме генезиса и профилактике преждевременного старения, проходившей в 1938 году, было установлено существование двух видов старости. Старости нормальной или физиологической наступающей возрасте ста и более лет. И старости патологической, носящей разный характер и по-разному развивающейся. Вот так-то имейте это в виду. Переходим к четвертой нашей героине. Но четвертая наша героиня из Ливана. Зовут ее Нахида Абден. Ей почти 90 лет. А выглядит она на 50, ну пусть 55 лет, да пусть даже на 60. Судите сами. Она тоже фитнес-тренер. Многие просто не верят ее возрасту, пока не видят ее паспорт. И ее детей, старшему из которых уже за 60 лет. Эту женщину приглашали даже на национальные каналы и известные шоу. И там тоже подтверждали ее возраст. Да, она выглядит гораздо моложе своего реального возраста по причине многих факторов. Она очень стрессоустойчива, радуется жизни, активно занимается физическими упражнениями каждый день. Она призывает других женщин выйти из своей зоны комфорта и лени, тренировать свое тело. Она говорит, хватит сидеть в интернете и критиковать тех, кто выглядит лучше. Возьмите себя в руки и сделайте хоть что-нибудь для улучшения своего здоровья и внешнего вида. Все зависит только от вас, говорит Нахида. Она, кстати, не ведет соцсетей, не любит сниматься. Косметикой она практически не пользуется. Посмотрите, какая она подтянутая, как двигается. И это-то в 90 лет. У нее ежедневные тренировки и правильное здоровое питание. Кстати, а вы думаете, она была всегда здоровой женщиной? Нет. В 50 лет она получила травму. И вот только тогда она стала ходить в спортзал впервые, доказав еще раз, что ничто никогда не поздно. Но более того, она победила онкологию. Да, у нее был рак. Она также вылечила колени, спину. У нее свои родные белоснежные зубы. Почему? Да она просто не ест сахар, она их не портит. Более того, она не ест ничего сладкого, что в очередной раз доказывает то, что практика критерий истины и что практика подтверждает теорию. Она пьет много воды. Здесь также у всех все одинаково. Она также светится позитивом и оптимизмом. А что касается генетики, так вот, она у нее плохая. Родственники долго не жили. 40 лет она потеряла мужа, живет одна и у нее четверо детей. Ну, а теперь мы перейдем к пятой героине. Но пару слов вначале скажу вот о чем. Ведь спросите вы меня, почему мужчин я не показываю? Неужели они долго не живут? Хорошо не выглядят? В почтенном возрасте нет? Во-первых, я вам уже показал Джоралина. А во-вторых, если захотите, я сниму подобное видео, где главными героями будут мужчины. Хотите, ну напишите под этим видео. Хотя вы уже имеете ярчайший пример. Ну, а пятая героиня Йохана Квас. Ей 97 лет. Живет она и родилась в Германии. Родилась в 25 году, у нее трое детей. Это старейшая действующая гимнастка мира, которая внесена в книгу рекордов Гиннесса. Она до сих пор выполняет сложнейшие упражнения. На брусьях и не только. Постоянно активно. Никаких лекарств не принимает и никогда не принимала. Не болеет. Да, выглядит она в плане лица плохо. Оно у нее старое. Соответствует своим годам. Ну, может быть, лет на 15-20 помоложе, но все же, да? Да, она и сама это говорит, что, к сожалению, у меня старое лицо, но молодое сердце. И действительно, и в прямом и переносном смысле, сердце у нее молодое. Кстати, она в 90 лет впервые спрыгнула с парашютом. Но хочу сразу сказать, у нас есть тоже в России бабушка одна. Она, причем, фронтовик воевала. Ей уже почти 100 лет. Так вот, она, ну, где-то в 97-98 показывали по телевидению, прыгать стала с парашютом. Так что и у нас есть такие великолепные примеры. Что касается лица. Лицом она не занималась никогда. Ничем не мазала, не обрабатывала. Ей это было, ну, как бы это сказать, неважно. Она из семьи гимнастов. И всю жизнь занималась профессиональным спортом. Была в движении. Спит она 8 часов в день. Иногда еще днем короткий сон. Она веганка, полная. Только овощи и фрукты. Ест их много, как сама говорит. Кстати, это одна из причин того, что кожа лица все-таки старая. Потому что фрукты, несмотря на свою пользу в плане витаминов и других нутриентов, содержат очень много сахаров, глюкозы и фруктозы. А эти сахара все-таки вызывают воспаление и старят кожу. Во всем остальном только одни плюсы. Она не переедает, много пьет воды, не ест ничего вредного, ест только натуральные продукты. Как только просыпается, делает первую свою гимнастику в постели. Далее пробежка, тренировки, опять гимнастика, танцы, плавание, растяжки и силовые упражнения, которые она делает в основном дома. Она много путешествует, делает мотивационные выступления для пожилых людей. Ну а теперь о трех японках, которые с малых лет начали следить за собой. И не в общепринятом смысле, говоря только о салонах косметики, а вот о чем, смотрите далее. Тут результаты, конечно, потрясающие, несмотря на то, что лет им гораздо меньше, чем нашим первым пяти героиням, однако здесь больше о другом, о внешнем виде. Ну а затем выводы. Итак, первая из трех. Это японка Макаса Мизутани, 54 года. Родилась эта, так сказать, нестареющая японка, 15 сентября 68 года, ей уже в этом году будет 55 лет. Думаете, дело в генетике? И это, мол, исключение? Мол, все японки хорошо выглядят? Нет, не все так хорошо выглядят. Так вообще мало кто хорошо в этом возрасте выглядит, не говорите глупости. Дело только вовремя принятых правильных мерах. Вовремя что это значит? Это значит совсем с молоду. И это правильно подобранная методика образа жизни и питания, ну и дополнительных мер. Есть ее книга, она называется «Мне 50». Там она поясняла подробно свою методику, но я вам сейчас расскажу основы. Она с 21 года работала в модельном агентстве, до этого не пользовалась косметикой вообще, ну кроме солнцезащитных крымов и губной помады. А вот с 21 года она начала серьезный уход за собой. В 23 года вышла замуж, родила первую дочь, стала есть больше овощей, зелени, ухаживать за кожей, заниматься фитнесом. В 26 лет родила второго ребенка, перешла исключительно на японскую кухню, но я подчеркиваю, не нынешнюю, которая полна извращений, а как бы исторически обусловленную, в которой, кстати, никакого мяса никогда и молочных продуктов никогда не было. Об этом и писали, и писали иностранцы про японцев странных, так сказать, в середине 19 века. Вот у меня есть видео, то ли одно, то ли два. Ссылку на них оставлю в описании под этим видео, там насчет мяса интересное и насчет молочных. Так вот, в ее рационе преобладают свежие овощи. Это первый очень важный шаг к здоровью и идеальной коже. В 44 года она приняла участие в конкурсе красоты для зрелых женщин. Ее правила жизни таковы. Пить не менее полутора литра воды, чистой воды, более того, водородной воды в день. О водородной воде. Что это такое? То есть, что, зачем, почему? Как ее приготовить? Купить ее невозможно, потому что долго свойства воды не остаются прежними, а быстро меняются. Так вот, ссылку на эти видео и сами приборы я дам вам под этим видео, оставлю. Только свежая еда, главное заповедь. Она очень хорошо изучала и знакомая с нутрициологией. Она не потребляет лишних калорий, а лишние калории это минус к жизни. Помните об этом. Она потребляет определенные бады и витамины, то есть, именно то, как я годами вам рассказываю, ну, моим старым, по крайней мере, зрителям, что в наши дни никакая пища в совокупности даже не содержит все те питательные необходимые вещества, которые человеку нужны каждый день. Поэтому здоровым человеком, тем более молодо выглядящим долгие годы, в наши дни без дополнительных добавок не жить. И не надо сравнивать с нашими предками, у которых совершенно другая пища была, богатая многими питательными веществами, а не как сейчас бедные. Ссылки на то, что я рекомендую потреблять, принимать, я оставлю под этим видео. Она ест много растительной клетчатки. Это овощи, зелень, частично фрукты. Много жирных кислот, орехи, авокадо, жирная рыба в умеренном небольшом количестве. Естественно, нет никакого алкоголя, курева, мяса. Кстати, это касается вообще всех героиней, о которых я сегодня рассказываю. Ну, сами понимаете, по крайней мере, про алкоголь и курева, я надеюсь, понятно абсолютно всем. Прогулки у нее не менее 10 километров каждый день. Защищает она кожу от солнца в обязательном порядке, экологически чистыми солнцезащитными крымами, а также большими шляпами с полями. Она не нервничает, у нее нет стресса. Постоянные ежедневно физические упражнения, растяжки, зарядка, гимнастика, фитнес, аэробика. Она поддерживает тонус мышц, это очень важно делает специальные упражнения. Она хорошо высыпается, встает в 5 утра. А, кстати, еще один очень важный, заметьте, фактор, который практически для всех не просто долгожителей, но и тех, кто выглядит великолепно, соответствует. Встает она в 5 утра. Помните выражение, кто рано встает, тому Бог подает? Ну, все правильно. Спать ложится, тоже относительно рано, в 22.00. Уход за лицом у нее комплексный. Это и масло с витамином Е. Специальные маски для лица. Это увлажнение кожи. Паровые увлажнители. Макияжа у нее мало. Она считает, и совершенно права в этом, что макияж любой забивает поры кожи, а это вредно. И пользуется только натуральными средствами. Она использует патчи под глазами на всю ночь. Спи при этом на спине. Осуществляет массаж лица нефритовым роликом и костяным гребнем. Но, разумеется, эти материалы не обязательно использовать и вам. Можно вполне любые другие натуральные. Также и деревянные гребни, естественно, подойдут. Также она использует массаж пальцами и массаж пальцев рук, чтобы и кожа на руках была гладкая, без морщин. Работает она серьезно со своей лимфатической системой, осуществляя массаж всего тела, начиная с кончиков ног. Стоп. Ну, а теперь совсем кратко еще о двух героинях подобных. На втором месте у меня Люр Сюй. Ей 47 лет. Она из Тайваня. У нее очень много общего с первой героиней, с Масака. Много пьет воды. Много есть овощей. У нее есть очень стойкое убеждение, такая формулировка, я бы сказал, что если хотите остановить старение, не ищите причин, почему это невозможно, почему это у вас не получится. Это должно получиться, и это получится. Уход за кожей – это увлажняющее средство для кожи. На солнце она не проводит много времени, ведь ультрафиолет губителен и старит кожу. Она использует солнцезащитный крем. Хочу здесь дать вам одну рекомендацию. Посмотрите вот это мое видео с моим коллегой, доктором из Новосибирского Академгородка, где есть лаборатория, которая занимается уникальными средствами, в том числе для кожи. И вот этот гель для кожи, а также крем для кожи, являются не имеющими аналога в мире продуктами, которые даже японцы такого уровня не смогли создать. Именно по омоложению и по предотвращению появления морщин. Вы видео это обязательно посмотрите, а кому будет интересно, этот гель и крем можно будет приобрести на нашем сайте надгард.ру. Ссылки я также оставлю. Так вот, она делает массаж лица даже на ночь, то есть вечером, в обязательном порядке. Ест овощи, фрукты, бобовые. Тоже практически ничего сладкого не ест. У нее активные тренировки. А вот теперь внимание, уход за кожей она начала с детства и приучила ее к этому, ее мать. Ей сейчас 67 лет. И она, посмотрите, как прекрасно выглядит и сейчас. Родила она четырех детей. А вот посмотрите на этой фотографии, видно, как выглядит отец, ну то есть на свой возраст, но даже хуже, как старик. А отец это кто в семье единственный, живет как попало, вот как все практически. И вот вам генетика. Никакой генетики, а образ жизни. А вот как выглядит мать и как выглядят дети, которым 40-48 лет. Да, посмотрите на фоне остальных, как он выглядит. Ну как дедушка, а не как отец. На их-то фоне. Ну естественно, Лю Рсюй пьет много воды. Она в теме, как и многие, что такое водородная живая вода. И это очень важный фактор. Ну и третья наша героиня из азиатских, это Лю Элин, 54 года, Китай. Видите, я выбрал специально Япония, Тайвань, Китай. Близкие народы, но разные страны. Лю делает серьезные тренировки с отягощением. Занимается плаванием, то есть моржеванием зимой в проруби. У нее активные кардио тренировки. Естественно, здоровое питание. Много чистой воды она пьет. У нее нет стрессов. Не то, чтобы их в жизни у нее не было, просто реакция на раздражители у нее философская. Она не потребляет никаких вредных продуктов. Также у нее идет защита от солнца. Солнцезащитный крем. Она принимает в обязательном порядке дополнительный витамин D3. Кстати, это очень важно принимать всем. Тем более тем, кто мало проводит время на солнце. Тем, у кого в регионах, где вы живете, мало солнечных дней. И для тех, кто не ходит голым на солнце постоянно, витамина D3 важнейшего витамина не будет хватать в любом случае. Поэтому я вам рекомендую принимать его отдельно. Помните, солнечные лучи это всегда быстрое старение кожи. Потому что это жесткий активный ультрафиолет в составе общего спектра. Тут уж выбирайте как хотите. Не то, чтобы это скажется на продолжительности вашей жизни, а вот на внешнем виде, особенно лица, конечно. У нее также минимум макияжа, фитнес-упражнения каждый день, тренировки на улице всегда и даже в минусовую погоду. И она, конечно, никогда не болеет. Она каждый день плавает. Естественно, никогда не переедает. Ест в основном овощи, а также в меньшем количестве гораздо фрукты. Фрукты. Животные продукты она ест, но очень мало. И считает, что жизнь после 50 только начинается. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня достаточно. Но выводы давайте сделаем. Хотя в процессе того, что я рассказывал вам, выводы я уже делал. Акценты. Я советую вам пересмотреть это видео и законспектировать. Но давайте посмотрим кое-какие аспекты. Во-первых, посмотрите мое видео хотя бы вот это. Что будет, если вы откажетесь от сладкого на 10 дней для начала? Инсулино-резистентность. Ну вот хотя бы эти. Очень важна физическая активность на все группы мышц движения этой жизни. Ведь это еще и активизация хорошей работы, правильной лимфатической системы, нашей очистительной системы, по сути, канализации организма. А ведь правильное питание с преобладанием именно жиров, а не углеводов, в плане получения энергии, это замедление старения, это правильные нормальные обменные процессы, и это по сути омоложение. Правильное питание это снятие нагрузки с печени, с почек. Это их хорошая работа. А когда она может быть хорошей? Когда нет в рационе питания ничего сладкого, то есть быстрых углеводов, сахаров. Ну а кто по глупости и для самообмана дешевого, но так приятного, повторяет за незнайками, что глюкоза, мол, для мозга нужна, так вот скажу, что это глупость. Но тут даже две причины, что это глупость. Первое. Помните, хотя это надо знать из школьной еще программы, то глюкоза не незаменима, что если ее недостаточно, она требуется каким-то клеткам нашего организма, то всегда из жира и из белков, то есть из любой данной пищи, глюкоза может построиться организмом, когда это ему необходимо. А главное вот что. У всех клеток нашего организма в плане получения энергии есть два пути для этого. Первый действительно за счет гликолиза и цикла КРЭПС, то есть за счет расщепления глюкозы, происходит образование энергии. Но есть и второй процесс, китоз, то есть за счет расщепления жиров, образуется энергия даже и больше. Это чистая энергия. Это оптимальный вариант получения энергии, в том числе необходимый для нашего главного мозга. И нет никаких негативных побочных явлений, нет инсулинорезистентности, а соответственно есть энергия, нет усталости, есть омоложение, нет быстрого старения, ну и так далее и тому подобное. И главное, нет одного из главных факторов появления онкологических заболеваний. Посмотрите мое видео «Сахар и рак», кто еще не в теме. Ну и еще выводы в завершении будут таковы. Ночью не гулянки должны быть и посиделки, а сон. Рано надо вставать. Пить воду надо, никаких других напитков пить не надо. В природе есть вода и должна быть для всех видов живых организмов. Но максимум травяные какие-то чаи. Вода в идеале должна быть не только химически чистая, и не только не должна обладать повышенной жесткостью, а должна обладать другими факторами важными, физико-химическими свойствами. Вот мое главное видео, об этом было, ссылку оставлю. Ну так вот, в идеале водородная она должна быть, то есть повышенном содержании молекулярного водорода, растворенного в воде. Получить его можно в наше время, к сожалению, но только используя современные, но безопасные, это очень важно, технологии, это безопасные водородные генераторы, или персональные, или проточные, более мощные. Ссылки на все на это я оставлю. Не поленитесь зайти под видео и все это посмотреть, ведь от этого зависит ваша жизнь, ее качество, продолжительность и здоровье. Если бы люди пили водородную воду, результаты были бы просто удивительные. Никакого сахара, сладкого, если уж сладкое, то только сезонные ягоды, чуть-чуть фруктов, и то мало совсем, а то кожа будет сильно стареть, но быстрее, чем возможно. И еще, если не чрезвычайная активность, долголетия не видать. Ешьте достаточное количество жиров, посмотрите мое видео про веганское кето питание, идеальное, без сладкого, но и без мяса. Тогда энергии будет много и здоровье сохранить. Движение, спорт, тонус, йога, кардионагрузки, а обязательно чередовать. Правильное дыхание, желательно поверхностное. Не скучать, интересное дело, хобби, если хотите в жизни. В идеале, чтобы работа была хобби. Вот все это пробуждает интерес к жизни, а это самое главное. Ну а долгая и здоровая жизнь поможет добиться в жизни большего, выполнить свой, как говорится, урок в этой жизни. Вот для чего нужна долгая и здоровая жизнь. Не для мнимых наслаждений, а для выполнения своего урока, рока в этой жизни, если хотите. Мы не просто так живем, а для какой-то цели более высокой, даже более высокой, чем просто саморазвитие. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok,